Здравствуйте! В эфире новости на МТРК. О событиях к этому часу расскажут мои коллеги Ягири Мукашева. Вот главная тема. Отстроил на руинах, как аграрий превратил разваленную деревню в перспективную и развивающуюся. 18 пожаров, 160 человек в травпункте, семеро с обморожением. Чем еще запомнилось начало 2021-го? Новая жизнь на Новый год. Четыре североказахстанские семьи получили самый лучший подарок в ночь на 1 января. Как чувствуют себя малыши и их мамы? Собирают скудные урожаи, не выплачивают за паи. С такой проблемой к Акимобласти обратили жители села Золотая Нива района Макжана Жумабаева. Вот уже год пайщики и аграрий не могут найти решение. Сельчане записались на прием к Кумару Аксакалову. Всего в этот день глава региона через платформу Zoom выслушал проблемы и предложения четырех жителей. С какими вопросами обращались и кто из районов Акимов получил замечание, узнаете далее. Переехала с юга страны на север, открыла прибыльный бизнес и сейчас помогает другим переселившимся освоиться на новом месте. Маржан Валиева – успешная бизнесвумен. На селе она открыла десяток объектов, а в 2019-м построила семь домов в Таиншинском районе и три в Жамбылском. Это жилье для переселенцев. В рамках госпрограммы налогом дома не облагаются. Однако в конце 2020-го Маржан выставили внушительный счет. Нужно заплатить полтора миллиона тенге налогов за дома в Таиншинском районе и еще 600 тысяч за те, что в Жамбылском. Думаю, что это наша вина. Скорее всего, мы неправильно оформили документы. Немного неграмотно сделали. Акимы двух районов в прошлом налоговике и руководитель департамента госдоходов долго рассуждали, что могло пойти не так. После череды терминов стало понятно. Человеку без специального образования здесь не разобраться. Вот и Маржан не знает, что делать. Наша обязанность – помочь предпринимателю. Маржан приехала с северо-казахстанскую область, развивает села, строит дома. Причем хорошие. Лично ездил и видел их. На это местные мужчины даже не смогли отважиться. Надо было доступно объяснить ей, что и как сделать. Бизнесу надо помогать. Конечно, не нарушая закон. Помощи просит и Маулет Айтмаганбетов из села Кайрат у Алихановского района. Есть несколько инвесторов, которые хотят развивать в районе животноводства. Нужна помощь в поиске свободных земель. Этим займется районный Акимат. Волнуют земельный вопрос у жителей села Золотая Нива, что в районе Макжана-Жумабаева. Люди не получают выплаты за паи. Жители не могут выйти из состава. То судится уже год. После рассказа Николая Кинцеля становится понятно. Страсти в селе кипят нешуточные. Споры между сельчанами и аграрием затянулись. В ход идут и подделанные подписи, и покойники в листе регистрации на общем собрании. А потом и вовсе решение собрания признали недействительным, рассказывает Николай Кинцель. Да и аграрий, по его словам, урожай собирает скудный. Он собрал менее одного центра с гектара. В этой григорьевской поля не съедется 8 лет. На территории Золотой Нивы он тоже многие поля запустил. Я вам говорил, я вам видео сбрасывал. 31 поля, он взял там всего 70 или 60 тонн зерна всего. Он туда посеял намного больше, чем оттуда взял. Но такое чувство, будто с сельчанами, говорит один бизнесмен, а с Акимом района другой. Последнему Омоев сообщает, что компенсацию получить может любой пайщик. На сегодняшний день порядка 90 человек, если пайок не получило, с Акимом района директора и бухгалтера Акимом района сейчас принят инструкции, про взгляд, выключи пайок нет. Кто обращается, кем он подается. Мне он говорит, что ко мне не обращается. И после речи Кайрата Умарова только один вопрос. Почему люди должны бегать и просить положенные им выплаты? Сельчане доверили земли и, правда, на их стороне, отмечает Кумарак Сакалов, отдавать за паи обязанность агрария. Вот бухгалтера нет, заведующий складом, значит, ушел. Либо, значит, там, ты должен был меня предупредить. И тогда проблем, типа, нету. Ну, типа, они сами не успели. Это их проблема, не моя проблема. А хотя ключи от всего этого у него в руках. Поэтому немедленно, значит, все это выдать. Что это такое? Это вам замечание, слушай, вместе с Акимом сельского округа. И не надо идти на поводу, значит, у руководителя предприятия. Чем дольше разбирались, тем интереснее вырисовывалась картина. Выяснили, что 97% доли владения у Амоева. Это за счет далеко не новой техники и имущества. А 30 тысяч гектаров земель оценили в копейки, которые дали только 3%. Надеюсь, нам разбираться более глубже. Так, создать, может быть, комиссию, Ольга Асеновна Ивановича. Так, для того, чтобы вообще проверить все документы, насколько они сегодня правильно оформлены, законно оформлены. Насколько сегодня действия и районных властей, они соответствуют тем требованиям, которые должны быть. Этим займется аппарат Акима области. Обращались к Умару Аксакалову с предложениями. У Евгения Щербатова есть проект по оптимизации расходов областного бюджета. Как и на чем можно сэкономить, он будет обсуждать с руководителем управления финансов. Агири Макашеву, Рустам Тлеужанов, Новость Эмторка. Только за счет зерна выжить будет сложно. Заниматься надо и животноводством. Об этом глава региона говорил на встрече с аграриями Айртаусского района. Там запустили молочно-товарную ферму. До конца года в районе начнут работу еще три комплекса. О преимуществах животноводства в перспективном селе на руинах и сельхозруководители, которого Кумар Аксакалов назвал примером для остальных, наш следующий сюжет. Возрождение прекрасного. Восемь лет назад село с таким добрым названием в Айртаусском районе полностью развалили. Даже электричества не было. Только руины старых домов и два жителя. Престарелые супруги. Отстраивать на развалинах вызвался Бахыт Кусаинов. Прекрасное его родное село. На базе старого хозяйства он создал новое предприятие. В 2013 году мы построили первую ферму, в 2015 году вторую ферму построили. И вот в 2020 году мы начали строить строительство уже нового современного комплекса на 600 голов. Строительство ведем за собственные средства. Оборудование мы приобретаем за счет СПК. Получили там у них 178 миллионов. В конце января придет оборудование, к сентябрю племенные буренки. Вот так поэтапно предприятие растет и развивается. А вместе с ним и село прекрасное. Бизнесмен за свой счет протянул электричество, установил освещение, построил общежитие для работников. Их сейчас 25. В планах открыть центр досуга, магазин, парикмахерскую, фельдшерско-акушерский пункт. Работники уже на подходе. Нужных для села специалистов Бахыт Кусаинов выбрал из числа переселенцев. Создал для них отличные условия. Просторные дома, пол с подогревом, даже мебель закупил у местных производителей. Дом теплый, полы теплые, все хорошо, нас все устраивает. Всех зовем, чтобы все сюда приезжали. Не бойтесь трудностей, перспектива здесь хорошая, работы много. А вот на юге найти работу даже на селе непросто, отмечает Татьяна. Для тех, кто хочет трудиться, Бахыт Кусаинов отстроил целую улицу из 11 новых домов. Каждому подведет водопровод и центральное отопление. Кроме того, в этом году предприниматель планирует возвести еще 35 домов в трех селах района. Один обходится в 10 миллионов тенге. Семь из них государство возмещает в рамках программы по строительству домов для переселенцев. А местные власти помогут с дорогой, пообещал Кумар Аксакалов. Посетить село прекрасное он хотел давно. Отметил, что Бахыт Кусаинов – пример для других аграриев. Для людей условия создает и предприятие развивает. Животноводство сейчас бизнес прибыльный. Сегодня выгоднее доить 100 голов коров, наверное, нежели чем сеять тысячи гектаров земли. Мы это убедились у себя. Сейчас у нас 230 есть, ваточного мы доим. Мы чисто молоком только это все и строили. Каждое предприятие должно производить очень много молока. Это загрузка наших перерабатывающих, это рабочие места, это налоги. Это, понятно, экспорт. Натуральное молоко – фишка нашей области. По подсчетам Бахыта, одна корова в год принесет миллион тенге и полностью окупит себя. За год ферма даст 600 миллионов тенге. А главное, этот бизнес не зависит от погоды за окном. Об этом Кумар Аксакалов говорил на встрече с аграриями района. Каждый крупный сельхозтоваропроизводитель должен иметь ферму молочного либо мясного направления. За счет зерна, за счет полеводства выжить будет сложно. Понятно, что цена колебается. Год один хорошо в этом году. Так, на будущий год непонятно, что будет. За счет молока и мяса всегда жили. Так ведь? Всегда жили. Сейчас, тем более, высокопродуктивный скот завозится с Европы. Средний надой, мы сейчас смотрим, порядка 5,5-6 тысяч литров. Кроме того, животноводов поддерживают субсидиями и льготными кредитами. Через СПК можно получить заем под 2% годовых. Этим предложением воспользовалось фермерское хозяйство «Арна». Там запустили молочный комплекс на 400 голов. «Умная ферма» полностью автоматизирована. Тяжелый труд людей сведен к минимуму. Со сравнением со старой фермой, ну, а тут хорошо. Это то, что должно быть везде, в каждом поселке, где есть эти фермы. Там приходили, мы счищаем, да, там вроде коровы, это счищаем, подстилаем, да, это есть. Бачки подключаем, ну, как там, держишь, ну, посложнее там, тут легко. Зарплата у нас была 80, сейчас 120. Маленькой зарплатой людей в селе не удержать. Сейчас все больше бизнесменов поняли, что работники – это лучшее вложение. У сельхозников появилась возможность строить дома для своих специалистов. Государство вернет половину стоимости и поможет с улучшением жизни сельчан. Речь о комплексном плане развития нашей области. По поручению Хасмужмара Кириловича Духаева этот пранк продлили на 4 года. 21, 22, 23, 24 годы. Тоже будет финансирование хорошее с республиканского бюджета. Опять-таки, на вот наши села будут направлены. Это дороги, это вода, это приведение порядок всех наших объектов в социальной сфере. А еще подведение коммуникации. В 2020-м в селе Рыгбалык появилась эта котельная. Ее мощности хватит, чтобы центральное отопление было в каждом доме. Уже подключили 4 двухэтажки, на очереди социальные объекты. Агири Мукашева, Жолдозбек Ермуканов, Новость МТРК. Независимость дороже всего. Статью под таким названием 5 января опубликовал президент страны Касымжумар Тукаев. В ней глава государства перечислил достижения Казахстана за третье десятилетие независимости и рассказал о задачах, которые предстоит выполнить в ближайшие 10 лет. Важная роль здесь отводится возрождению исторического сознания. Инициативу президента поддержали североказахстанцы. В этом году исполняется 30 лет нашей независимости. Это важная дата в укреплении возрожденной казахской государственности, свободы которой стремились наши предки. Для истории 30 лет – это момент, который пролетает в мгновение ока. Однако для многих народов это целая эпоха трудностей и радостей, кризисов и подъемов. Мы идем по тому же пути. За годы независимости молодой Казахстан успел добиться признания международным сообществам. Укрепился экономический потенциал страны, а ее авторитет и статус высоко ценятся мировыми державами. Мадени Мура, Казахстан 2050, Нурлы Жол, Рухани Жангру. За небольшой промежуток времени государству удалось воплотить в жизнь эти и другие не менее успешные программы. Впереди цель – войти в тридцатку развитых стран. Но наряду с политическими и экономическими реформами нужно сосредоточиться и на духовном обновлении, подчеркнул глава республики. В этом его поддерживают и североказахстанцы. В североказахстанской области, если рассмотреть, вот годы независимости, нам и были построены дом, белый дом Аблая. Это был первоначально спорный вопрос, но архивные данные подтвердили. Мы не знали раньше Макжана Жмобаева. Сегодня мы знаем, это великий поэт, наш земляк, как говорится. Годы великого становления Казахстана в начале 20 века большую роль сыграл. В то время еще, как говорится, как великий поэт, в то время не мечтали о суверенитете Казахстана. Но сегодня мы узнали Хожа Бергенжирова, это великий батарь, который в те годы, в те времена, как говорится, отстояли нашу землю, нашу территорию, сегодняшнего Казахстана. Это истинные патриоты были своего народа. Третье десятилетие независимости подтвердило намерение страны выйти на новый уровень во всех сферах жизнедеятельности. Добиться успеха в первую очередь удалось благодаря мудрой политике, единству, солидарности и трудолюбию народа. Для независимого Казахстана пришло время решать вопрос возрождения исторического сознания. Я думаю, этот процесс идет, становление, узнавание, как говорится, своей историей, тех людей, которые отстояли в свое время большущую территорию нынешнего суверенного Казахстана. Эта работа будет продолжаться, я думаю, тем более в этом отношении сегодняшняя политика президента, политика целом нашей страны, узнавать свою историю. Помимо основных тезисов статьи «Независимость дороже всего», Касымжумар Токаев заявил о необходимости написания краткой истории Казахстана для иностранной аудитории. Позже ее переведут на разные языки мира. Абай Альжанов, Казбек Арыгбаев, новости МТРК. За последние сутки в СКО зарегистрировано 57 новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших приходится на Петропавловск, 27 случаев. По 6 человек в Ясильском, Жамбулском и Таиншинском районах. Лабораторные анализы методом ПЦР отобрали у 56 граждан по эпидемиологическим показаниям и у одного с целью ПИД-надзора. За прошедшие сутки специалисты провели 725 ПЦР-исследований. На данный момент с нарастанием в области зарегистрировано 8 856 случаев COVID-19, 60,5% из которых симптомные. Пока североказахстанцы отмечали праздник, полицейские следили за общественным порядком. В праздничные дни с помощью камер видеонаблюдения «Стражи порядка» выявили 76 правонарушений в Петропавловске. На автотрассах зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия. Все подробности в материале подготовлены при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Здравствуйте, что у вас началось? Хозяин отмести, есть дата хозяина? Сейчас, минутку. Говорите, да. Дата рождения ваша? В общем, двух пластиковых домов задумывается квартира, один дом. Новогодние праздники «Стражам порядка» было точно не до отдыха. Ведь в эти дни на улицах, как правило, происходит больше правонарушений. Охраняли общественный порядок и следили за безопасностью на дорогах более 500 полицейских. В областном центре в новогоднюю ночь дежурили 210 офицеров и сержантов полиции. Помогали им 75 военнослужащих. Всего в последний день уходящего года на горячую линию 102 поступило 565 сообщений. В новогодние праздники на канал 102 поступило 1621 сообщения. Из них, требующих немедленного реагирования, 366. В основном сообщения поступали в сфере семейно-бытовых отношений. С помощью камер видеонаблюдения выявлено 76 административных правонарушений. На охрану общественного порядка в сутки заступало 246 сотрудников полиции и военнослужащих. В целом, оперативная обстановка в праздничные дни по городу Петропавловске была стабильна. Неспокойно было и на дорогах. Полицейские за первые четыре дня зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия. В результате аварии пострадали три североказахстанца. Кроме того, с 15 по 31 декабря стражи порядка проводили рейды по выявлению контрафактной пиротехники. За нелегальную торговлю салютов, фейерверков и петарта они составили 18 протоколов. Абай Альжанов при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Неспокойными выдались праздничные дни для спасателей. В период с 28 декабря по 4 января на территории области произошло 23 пожара. Почти все относятся к бытовым. Один случился на торговом объекте. О том, как проходило дежурство огнеборцев, журналистам рассказали на брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Подробности у Анжелики Сычевой. Одно из возгораний произошло за несколько часов до боя курантов. 31 декабря в начале 8 вечера загорелись бутики в магазине «Караван», расположенном на первом этаже пятиэтажного дома по улице Назарбаева, 246. Общая площадь пожара составила примерно 40 квадратных метров. Была эвакуация 125 граждан, в том числе 25 детей. После эвакуации этих граждан осуществлялась спасателями наших подразделений. Кроме того, был предоставлен пункт обогрева, потому что, сами знаете, температура была очень низкая на окружающей среде. После ликвидации пожара все жители вернулись в свои квартиры. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается. Из-за неисправности электричества вызвали пожарных в тот же день и жители двухэтажного дома по улице Коминтерна, под горой. Там огонь распространился более чем на 20 квадратных метрах. Жертв и пострадавших, к счастью, тоже не было. Первые три дня нового года огнеборцев проходили в штатном режиме. Степени пожаров были разные. Горели и пристройки на придомовых участках. Еще один из случаев произошел 4 января. 4 января у нас по улице Носутан Назарбай произошел пожар в квартире, которая спала в пятиэтажном доме. Владельцем этой квартиры является женщина пожилых лет, которая у себя собирала дома всевозможный хлам, мусор и так далее. То есть даже есть отдельные фотографии, что полностью весь дом захламлен различными сгораемыми материалами. Это коробки, всевозможные макулатуры и так далее. В результате брошенного по неосторожности окурка или сигареты произошло возгорание вот этого всего мусора. Благодаря оперативным действиям спасателей большого масштаба трагедии удалось избежать. ЧП никто не пострадал. В отношении хозяйки квартиры составлен административный протокол. Анжелика Сычева, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Ушибы, травмы, переломы, обморожения. В праздничные дни в травматологический пункт городской многопрофильной больницы за медицинской помощью обратились более 160 человек. 12 из которых экстренно госпитализировали. Семерых с обморожениями. 5 человек попали в травматологическое отделение. Большинство пострадавших, люди без определенного места жительства, почти все в состоянии алкогольного опьянения. На сегодняшний день состояние оценивается как тяжелое, стабильное. Отморожения, соответственно, глубокие. Получают лечение в полном объеме. В основном отморожения у них идет в верхних и нижних конечностях, то есть пальцев, кистей, то есть и стопы. На сегодняшний день получают они общее укрепляющее, получают лечение, а именно глубину и степень отморожения. Это выявляемо на 7-8 сутки. В дальнейшем решении идет об ампутации. Более 50 детей родились в новогодние выходные в областном перинатальном центре. Больше половины младенцев – мальчики. Четыре малыша появились на свет в ночь на 1 января. Многих уже выписали домой. Поздравила новоиспеченных мамочек и наша съемочная группа. Новый год едва ступил в свои законные права, как на свет появилась эта кроха. Даниил – долгожданный ребенок в семье Конаковых. Мечтали о чуде, оно и произошло. Малыш родился в новогодние выходные. Настоящий богатырь – 4 килограмма, 118 граммов. Большое спасибо сотрудникам перинатального центра. Все было очень хорошо. Честно говоря, я даже так не ожидала, что настолько все пройдет хорошо. Все были очень отзывчивы. Несмотря на то, что праздничные дни, персонал весь достаточно компетентный. Новогодние дни в роддоме все идет, как и должно. Главное для медиков – своевременно и ответственно выполнять свою работу. В самую волшебную ночь в областном перинатальном центре на свет появились 4 младенца. И два после боя курантов. Первым родился мальчик весом 2 килограмма 800 граммов. Все мамы и дети чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. Несмотря на праздник, мы работали в штатном режиме. То есть дежурили два врача родильного отделения и один ответственный врач. Соответственно, дежурные реаниматологи, неонтологи, все дежурили соответственно своему графику. Никакого поблажек в праздник, ничего не было. Всего за 5 дней нового 2021 года на свет появились 50 младенцев. Больше половины новорожденных – мальчики. Появление чуда сегодня в областном перинатальном центре ждут 5 рожениц. Жанель Бесимбаева, Жолдозбек, Ермуканов, новости МТРК. На этом все. Выходя из дома, не забывайте надевать маски и соблюдать дистанцию. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Северная роса – это вода для здоровой жизни. Мы заботимся о каждом клиенте и предоставляем высшее качество. Мы производим очищенную, обогащенную полезными минералами и кислородом воду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова